Продолжаем по книге «Сила Чувы», день 17-й. Вчера мы сказали, что любое начинание, которое человек начинает, задачу, которую он тебе ставит, успех этого зависит от планирования, подготовки и практики. То же самое относится и к Чуве. Также сказали, что нам уже свидали 10 стратегий, которые проверены временем для того, чтобы подготовить нас к Дню Суда, к Дню Йом-Кипура. Сегодня это первая стратегия, которую мы назвали «Идти по правильному пути». Например, кто приводит к Клаймену, говорит, что в небоскровии начался пожар. И один из работников, который там работал, идя по коридору, всем советовал, надо убегать, надо выйти из этого здания, потому что пожар, и это только так мы можем остаться живыми. Но где этот выход, где эта лестница, справа она или слева, куда идти, куда бежать, он не сказал. Поэтому кому я делал совет, бы не советовал, они для них большой пользы не имели. Если бы было четко, ясно, иди до конца коридора, там есть лестница, повернись направо и спускайся, тогда это была бы для них большая помощь. То же самое и относится к Чуве. Говорит, Чува – это единственный путь для того, чтобы спастись от духовного умирания, от духовного упадка, которое зажигается нашими грехами. Человек делает грехи, не дай Бог, поджигает свою душу, поэтому он говорит, на духовном уровне Чува также необходима, и нужно сделать как можно быстрее, точно так же, как человек убегает из горящего здания. Как оттуда он убегает, так и должен сделать Чуву, и должен это сделать лучшим способом, как можно быстрее, как можно точнее. Поэтому Чува – это не что-то, что человек пытается, может нужно сделать Чуву так, или нужно сделать Чуву сяк. Для Чувы есть четкие и ясные правила, и то, что человек должен выучить и знать. Поэтому человек, который хочет сделать Чуву, должен изучить вот этот путь спасения, который Всевышний приготовил для нас когда еще? До создания мира, до зачатия мира, уже Чува была до создания мира. Поэтому, благодаря этому человек возьмет этот путь, он пойдет по нему и благополучно доберется до прощения его грехов и обновления своей души и своего тела. Тора говорит о Чуве следующими словами. Эта книга дворим, 30 глава, 11 по 14 Псуким. Митцва, которую я заповедую тебе, говорит Всевышний, говорит Муша сегодня, она не скрыта от тебя, она недалека от тебя. Не на небесах она, чтобы ты сказал, кто поднимется для нас, за нас на небо, чтобы принести ее, чтобы мы услышали и исполняли ее. она также не на другом берегу моря чтобы вы сказали кто пересчет для нас море чтобы принести для нас эту митву что мы ее услышали мы ее изучили ее исполнили но это митва находится рядом с тобой в твоих устах и в твоем сердце и и исполнить здесь было слово чувак ни одного слова чувак это и в этом сухими стороны не было но объяснять мудрецы что тоже написано вот это митва относится к митве митва чувак так объясняет рамбам так объясняет рамбан что то что написано это митва недалеко от тебя какая митва митва чувак поэтому говорит так человек который согрешил нет человека без грехов он обязан сделать шум митва сделаю чего для него такая же обязанность как каждый день одевать цвилин не дай бог человек оступился согрешил сделал ошибку для него появилась новая митва который он должен исполнить как называется называется чувак он говорит учу вы есть свои специфические законы которые очень важны точно так же как мы изучаем законы хамеца на пессах чтобы не дай бог не нарушить эти законы тоже такие же четкие ясные законы есть в отношении чувак поэтому человек не может исполнить митва чувак пока он не изучить и не узнает эти законы эти аллахот чу вы обязательно который мы будем с вами понемногу проходить поэтому для того чтобы сделать правильный чувак что нужно нужно в это вкладывать время свои усилия для того чтобы эффективно уничтожить свои предыдущие грехи недостаточно что человек сделал грех и он чувствует себя плохо как я мог так сделать и дальше что продолжать жить жизнь идет своим чередом он чуть ему было неудобно неприятно но все также просыпается так душа и так чувак не делается и гореть если человек не может побороть все свои недостатки сразу всевышний принимает любую чугу которую человек делает сколько бы он ее не сделал на каком уровне у него не сделал всевышний принимает ее и считает ее достойной награды награды очень важно заметим говорит человек не может откупиться такой за свои грехи которые он сделал человек не может выкупить свои грехи или человек не может заместить митву чувы тем что он дает деньги на стаку человек который хочет получить венит бенефиты чувы пользу от чувы тем что он дает стакал он на кого похож на поход на человек который дает богу взятку то я согрешил он я занялся и у меня будет все нормально он говорит второе написано четко и ясно что бог не у бог никому снисходительно не относится всех судит так как надо и бог взятки не принимает а я говорил я знаю человека который то он такой радостный жизнерадостный человек в союзе все делалось через взятки я могу дать завтра надо шаббат лежать тогда он держит шаббат кашу все как надо тогда он мне говорил 25 лет назад что он говорит там здесь даем там тоже дадим здесь подмазали там тоже пройдем как здесь так он думал четко и ясно что написано бог взяток не берет руби низ нисходительницы ни для кого нету когда существовал храм чувак было на первом месте человек должен был принести корбан без без чуви его корбан грош цена даже меньше гроша ноль цена его корбану человек который на дополучить должен получить малкот то что вы говорите это ежедневно утром и вечером не это был общий корбан ежедневно для с того чтобы снять грехи всего народа не карты человек который сделал грех неумышленный грех неумышленный должен быть принести корбан и вместе корбан должен был сделать шуба в принципе либо корбан ложил руки на этого барашку и говорил свои грехи и делал виду и ты бы там и когда шуба была сначала чувак потом корба сегодня то поэтому поэтому человек даже ничего человек который хочет перевесить свои грехи другими митсвот большими митсвот как садака или тфилин или шаббат он говорит 1 1 митва другой грех не стирать то что грех отделил человека отдалил человека от всевышнего невозможно эту связь восстановить исполнением другой как это какой-то митсвы как можно это связь со всевышним восстановить только через чувак если человек исправляет и понимает что он сделал неправильно поэтому говорит точно так же как сильное лекарство может победить не дай бог тяжелую болезнь так и чувак должна иметь точные ингредиенты для того чтобы сделать его правильно и для чего мы сказали специально на ход который завтрашнего дня мы с вами без раташем блин и начнем один день на ход один из получается дальше мусор по этой книге есть двенадцать сараход кроме этого выхода проходить она хочу вашему правильно это сделать как надо да помните которые мы сказали сегодня чувак дает человеку бесценный подарок бесценную пользу и поэтому у него есть свои критерии которые мы должны исполнять и второе нету никакого другого пути восстановить связь со всевышним даже через то человек будет давать миллионами деньги на цедаков кроме как через шубу амин и амин